Так, друзья, мы снова вместе. Сегодня 24 июня 2021 года. Мы продолжаем бесконечную серию. Вы сейчас видите Садоводство по Железову. Это такой канал подписчиков. Крайне мало. 8900. Но тем не менее, я продолжаю. Почему? Когда-то поступит команда в самом верху. Это будет новый руководитель. Нормальный. Я даже не сказал просто руководитель. А именно нормально и мы, и студенчество, и школьники будут учиться по этим материалам. Часть из них я назвал фильмы для садов. Сегодня я познакомилась с одним парнем. Так, это реклама. Ну куда без нее. Сегодня я познакомил вас с фильмами для садовой молодежи. Серия 25 была последняя. Для меня садовая молодежь, подчеркиваю, это все те же пенсионеры, средний возраст, школьники, студенты. Главное, что они новички, поэтому я их называю садовой молодежью. Серия эта бесконечная. Она делается так. Мы с вами должны знать и уметь. Должны знать и уметь. То, что сегодня практически не знает никто. Форма образования очень особенная. Особенная. Так. Это бесконечная фотография, которую мы будем расшифровывать. Так. Мы с вами добрались до 2018 года. Вот. Мы с вами что-то проходили, что-то нет. Зачем нам это надо? Посмотрите, заросшие, зарастающие картофельные поля, которые никто никогда больше обработать не сможет. Это по всей России. Мы снова возвращаемся к первобытному строю. Не верите? Смотрите. Вот это Абакан. Это заброшенный погреб. Мы его использовали прежде, как, ну, мягко скажем, отхожее место. Когда я фотографировал вот этот вот росточек, я не это имел в виду. Я имел в виду, посмотрите, как, не имея даже солнца, все-таки, как стремится, как выживает жизнь. И я показывал сотни и уже тысячи фотографий, где намеренно это уничтожается. И деревья, мы не имеем садов, хотя они изначально настолько живучи. Ну, а сейчас я взял, да и вкладываю в другой смысл. Швейцария, Германия, туристические тропы и везде туалеты, чтобы природа оставалась девственная. А у нас в Абакане хочется ходить. По естественным надобностям. Вот тут и будешь ходить. Ну, пусть все равно это грустное начало было. Сейчас, смотрите. Итак, 18-й год. Итак, 18-й год. Вот. И мы с вами... А, вот он. Вот он, вот он, вот он. Мы с вами дошли досюда, что-то уже видели. Остановились мы вот на этой фотографии. И еще раз говорю, когда-то студенты будут изучать по этим фотографиям и даже сдавать экзамен. Как? Очень просто. В начале общее развитие. Итак, в 18-м году случилось чудо. Мяский институт в лице исполняющей обязанности директора Александра Юрьевича Ваулина заказал у меня косточки моих и абаканских. Это два центра садоводства наши. Вот. Причем у него было жесткие требования высылать ему только с непривитых деревьев. Ну, как они выглядят. Мои абрикосы. То, что я ему высылал. Видите? Сын Манжурса номер четыре. Почему пронумеровал? А вот почему. На разных деревах косточки с одного дерева дали разные результаты. Вот. Это Амур. Вот он так выглядит. Знаете, почему я его называю? Мечса хозяйки. Я придумал так. Мечса хозяйки. Потому что у него косточка легко отделяется. У него достаточно жесткая мякоть. И он интересный самосочетание. Жесткая мякоть. Вот. Можно сказать, каламбурная. И вот, значит, вкусный. С легкой кислинкой. Легкая-легкая. От которой, наоборот, еще больше аппетита. Вот. И вот это я ему не высылал. Это уже привитый. Это уже не годится. А вот сын, он же, сын номер пять. Из непривитого дерева. Это ему годится. И эти косточки пошли к нему. Вот. Значит, серафим. Ну, здесь у меня в данном случае он не крупный получился. 24 грамма. Но урожай был сильно большой. Хороший. Замечательный плод. Вот. Бай. Это тоже с моего сада. Маньчжурский патриарх. Это самое первое дерево. Оно станет легендарным. Можете даже в этом не сомневаться. Оно уже легендарно. самый крупный на территории Сибири и Европы. В Дальний Востоке не беру. Там, Маньчжурский абрикос в тайге. Это громадины. Вот. А этот все-таки чуть-чуть оккультурился с помощью такого, как бы сказать, с помощью опыления. То есть, когда его опыляли, у него все-таки, видимо, не потом все, это само собой. А на нем самом почему-то плоды стали чуть-чуть вкуснее, чуть-чуть крупнее. Вот. И это все-таки 20, не каждый год, в отдельные годы даже с красным ромянцем. А вот он выглядит. 21 грамм. Получается, весит ой, Раз, два, тут же их три на весах. Значит, еще меньше. Вот. Снова Серафим, но уже номер два с другого дерева. Вот. Сельцевый Амур. Посмотрите, как они меняются. Амур вы видели. Сейчас я вам еще покажу его снова, чтобы понятно было. вот Амур привитый. И вот он таким стал, если от него получилась косточка выросла и дала плоды. Вот он. Видите? Здесь уже влияние других сортов. Он уже снова, он уже гибридный получается. Не просто сельцевый, еще и гибридный. Вот. Сын Манжирца номер два. Видите, как вот вокруг моего огромного дерева несколько деревьев культурных. Их влияние неизбежно. Помните, чисто желтые плоды 42 грамма это весело 3 плода делим. Сколько будет? 14. 14. А здесь жалко мне весы не работали. Мне пришлось ручку использовать в качестве масштабной вещи. И вот получилось так, что меняются, сильно меняются потомство. Хотя косточки все с одного дерева. Есть о чем подумать. академик это академик. Он еще похож, это уже совсем округлились на некоторых деревьях. Так, 122 грамма пополам получается 61 грамм. 61 что-то такое у меня абрикос. Уже и сам не помню. вот так. По виду тут несколько сортов претендует на это. Что это оно? Питомник. Питомник такой, что деревья практически на второй год, если первый год Сергею не удается продать, на второй год вступают по отношению. Вот. Вот это уникальная вещь, потому что эти деревья на улицах черебушек садил Боднар Борис Васильевич. Вот. Он недавно умер, в этом году умер. Потеря огромная, но наука не замечена. Именно здесь годится слова песни. Отряд не заметил потери бойца, яблочко песни запел до конца. вот. А вот это вот его он взял и подарил вот эти деревья поселку Черемушки. Видите, уникальный человек, уровень Мичурина, но, к сожалению, науке не пригодился. Поначалу приемлемы, еще череши шикарные, поначалу приезжали, просили сортообразцы, лапши много вешали. И на этом все. А вот теперь вторая серия проходит еще время. И снова Мяский институт, это Челябинск, рядом с Челябинском. Снова исполняющий обязанности директора института Ваулин Александр Юрьевич. И снова просьба прислать косточки, еще 500 штук. Какие? На этот раз, чтобы они были не от меня, а чтобы палитра была шире, а это я доставал в Абакане и под Абаканом. Дело в том, что там есть два уникальных места, деревня Подсидия и гора Самохвал, так называется, огромный массив дачный. И то, и то, особенно складки местности, и Несей, незамерзающий. И там чуть-чуть климат как бы смягчен, чуть-чуть выровнен. Именно там и оттуда вот это вот то, что мне удалось добыть. Вот, естественно, ни один хозяин понятия не имеет, как называются плоды, или как они похожи на мои. Только что это самое. Там большое влияние было Байкалово и наверняка не все может, но большинство то, что мне удалось добыть, хозяева не знали, но, скорее всего, когда-то или они, или предшественники как-то, ну, добывали именно в Байкалово. Вот, и что получилось? вот, подсиние, предположительно, Серафим, но я ничего не обещаю, не говорю, гора Самохвал, предположительно, Бай, вот, предположительно, Манджурский гибридный, вот, предположительно, красавчик Байкалово. я в Байкалово ни разу не был, у нас были очень сложные отношения, и так и получалось, что я очень много распространял знаний о всех своих друзьях садоводов, а здесь вот остается только предполагать, вот и получилось, предположительно, красавчик Байкалово. Точно не знаю. А это уже мой сад, это мои вишни, я дерево маточное привез, в виде черенка привез с Украины, прижились, прекрасно плодоносят, и дают плоды практически съедобные, ну, с кисленкой, но все-таки это вишня, не черешня. Вот так она выглядит. Вот. Форма кустовидной абрикоса в моем саду связана с тем, что очень много веток срезается на привиху, и получается пышная крона, вот такая вот, потому что стимулируется тут же. Отрезал почти всю ветку, оставил 3-4 почки, и 3-4 почки каждый превращается в ветку. В результате вот такое, это естественно никаких искусственных штабов, никаких переделок высокорослое дерево. Видите? А вот теперь смотрите. Вот это Сергей Железов, мой сын, это его питомник. Обратите внимание. Вот это однолетки, этим пошел второй год. Почему такие мощные? А вот тот самый манджурский абрикос, тот самый, он и является подвоем. Это очень мощное дерево, фактически трехэтажное, и передает свои мощные качества, ростовые, именно привое, получается. Можно поверить, что им все, второй год начался. Это примерно, учитывая, что фотографии делались подряд, да, подряд, то есть, вот, допустим, когда они созревают, эти абрикосы. Конец июля, значит, фотографии, это тоже сделано в конце июля, ну, может, на 1 августа, может, 5 августа. Вот, достаточно рано, еще впереди пол лета, они уже вон какие, а им второй год только пошел. Вот это питомник, который медленно превращается в мат и сесан. Вот это яблони, скорее всего, третий год, может, и второй, вот, но, скорее всего, третий. И уже с нее брались веточки, еще будут браться веточки. Уже видно, что без обмана, какие плоды, что это за сорт, ну, в середине лета невозможно определить, еще рано. Вот, но самое главное, что это все настолько интересно, когда вы берете много-много семян, садите, те, которые превратятся в деревья, это значит, их приняла почва, климат, и часть можно растить, вот как здесь, на постоянном месте, навсегда. Вот это дерево с яблоками превратится маточная, то есть, его больше продавать уже не будут, раз за два года не купили, остается навсегда. Постепенно, рядом, видите, абрикос, постепенно вытесняется саженце, то есть, в следующий год уже рядом тут посадить не удастся, и они переходят рядом, но на чистое место. получается то, что я называю качущий питомник. Так, друзья, время идет, у нас у меня почему-то заморгало, видимо, батарейки уже не те, заморгали, этот самый, зарядка, но это еще, можно сказать, минутно удастся поговорить. Вот, то же самое, это питомник, это второй год, яблонькам, грушам тоже, еще, это питомник. Это интересное явление, прежде чем продать мне участок в 2015 году, купил третий участок, то есть, тогда он был вторым, и здесь была огромная, черемуха зачем-то сосед ее спилил, хотя такую тень давал для автомобиля. И после этого снова от корней, от корневого отводка, видимо, пошла с черевуха, пока плохо, потом все равно потемнели, листья стало нормальной, полноценной. И в этот момент, видите, здесь поселились муравьи. Вот, им нужна крыша, вот она, крыша, чтобы меньше затапливало. И меня удивило, вот это вот, и что это такое, я сейчас не знаю, похоже на гриб. Еще, смотрите, видите, вот это явление для меня интересно, я сфотографировал, но дальше им не занимался, вот, лишний раз восхитился тем, что ничего муравьи зря не делают. Вот, снова питомник. значит, здесь получилось так, что прямо в него садятся новые сорта, и они всегда удачные. По принципу видно будет, потому что питомники очень быстро на второй, третий год получается урожай. Посмотрели, ага, кто-то нам подсунула ранетку, дальше заниматься не будем, дальше перепривка или топор. вот это груша. Под деревом оказался муравейник. Груша цела, и муравейник цел, и сажать его и не стал, ему и так достается, потому что косится трава, и поневоле он калечится, и обычно после этого из беспокойного места муравьи уходят вместе со своими личинками. То есть специально с муравьями не борюсь. геопатогенная зона. Я, так как заранее я не определяю, где эти геопатогенные зоны, сажу все подряд, по принципу история нас рассудит. Проходит год, два, три, тут же рядом великолепные деревья, великолепные дрожа, и вдруг вот это, и вот это, видите, вот это, и что получается? Вот. А получается, что только теперь я беру в руки рамку и с этой рамкой все обхожу и устанавливаю тося. В данном случае, да, это геопатогенная зона. Сюда больше садить ничего не надо. А здесь точно так же, если приглядитесь, тут и растения, тут эти малыши, да, это и питомники, и остатки питомника, которые взрослые деревья выдавили. Вот. и теперь это уже будущее, уже не будущее, а уже матричный сад. Вот. А если бы остался питомник, на это место насадить было нельзя. Вот. Ну, кусочек садовой жизни у моих малышей. Вот. Видите? Им повезло. Ну, если это учебный снимок, учебный фильм, посмотрите, как тля скрутила кончики листьев, кончики веток. Видите? Я с ней не борюсь. Это мой принцип. Сад экстремальный, выживет, значит, и вас выживет. А вы уже плескайте, друзья. Вот. Большой беды не принесет это, это, в данном случае, для... От здоровья дерева зависит количество тлей. Самое главное, не калечить зазря, не делать рано на кольцо. Вот. И, естественно, или дача, или дом. Вот. Это очень важно для нашего потомства. В городах здоровых детей не вырастить. Все. Никогда не вырастить. Только здесь, только в деревне. Вячеслав этого не знают, и люди считают, что комфорт это ура, комфорт это болезни и деградация и ваших детей, и всего населения в целом. Вот. Вот такие картинки в моем саду. Вот так вот. Да, моргает зарядка, не знаем сколько, когда отключится, но пока продолжаем. Пока продолжаем. Сергей Железов, мой сын. Вот. Это заготовка кофточек. Это уже для вас. Почему? Потому что вот эти деревья, они не привиты. Видите, они не привиты. Остальные Paфли spyпедателёй,